всем всем привет с вами Клеопатра в прошлом выпуске мы обсудили интересные концепты для обновлений Clash of Clans но у меня осталось еще несколько которыми я хочу с вами сегодня поделиться а если вы еще не знаете где будете играть ЛВК то хочу посоветовать вам клан пятого уровня Big Boss прием в клан ведется начиная от одиннадцатой ратуши для постоянной игры в клановых войнах и ЛВК в хрустальной лиге 3 у ребят свой слаженный коллектив с щедрым донатом от каждого игрока это возможно благодаря наличию двенадцатых и тринадцатых ратуш клане которые помогут закрыть любой запрос и посоветуют как лучше атаковать базу соперника тег клана Big Boss оставляю в описании к этому ролику 2022 году Clash of Clans довольно много режимов где можно интересно провести время ведь раньше в основном играли только на гоблинской карте либо пушили кубки сейчас у нас есть режим тренировка у нас есть клановые войны да да они тоже появились не сразу спустя несколько лет после выхода игры клановые игры и ЛВК но на мой взгляд игра нуждается в новом режиме который был бы интересен возможно даже не для конкретного игрока а для всего клана в целом то есть такой коллективный общий режим для клана было много предложений на тему какой это может быть режим предлагали делать мега базу чтобы можно было атаковать сразу несколькими участниками клана может быть даже вообще всем кланам предлагали делать различные третьи деревни но мне кажется самым интересным будет вариант развития событий связанные вот с этой дорожкой куда уходят наши войска при донате либо же откуда они приходят потому что про эту дорожку тоже уже очень давно говорят и непонятно что там происходит куда деваются войска и вот если бы придумали какой-то новый режим с этим связанным мне кажется было бы очень интересно но если это скорее фантазии то то что очевидно можно будет увидеть ближайшее время в игре так это пополнение питомцев я более чем уверена что в 2022 году мы увидим хотя бы одного нового питомца потому что сейчас их четыре и здесь огромное поле для развития для вариативности и для изменения механики героев благодаря действию этих питомцев даже уже сейчас существуют различные концепты как может выглядеть домик питомцев на пятом уровне например вот так вот с пристройкой для кошечки и новый питомец тоже может быть связан с кошкой это конечно же просто концепты игроков но даже в таком виде они выглядят уже довольно здорово принципе животных у нас много поэтому можно их постоянно добавлять в игру и тем самым бы ее разнообразить конечно в какой-то момент это будет чем-то похоже на супер юнитов но в отличие от супер юнитов питомцы все-таки уникальные то есть они не являются копии уже существующего юнита поэтому здесь действительно очень большое поле для фантазий еще одна полезная вещь о которой уже несколько лет просят многие игроки это создание альянсов например в моем семействе dark master сейчас пять кланов четыре из них имеют постоянный набор а пятый клан закрытый и там играют лвк самые маленькие участники нашего семейства имея ввиду по уровню ратуши и было бы здорово если бы эти пять кланов имели не только похожие названия но и как-то соединялись внутри игры чтобы сразу было понятно что именно эти кланы связаны между собой они просто с таким же названием или какие-то похожие как развить эту идею дальше множество вариантов например можно было устраивать общий чат внутри семейства или общий донат внутри семейства или просто как-то обозначать в шапке клана что именно вот эти кланы с такими тегами являются семейными в общем тут реально очень много можно сделать крутых предложений но пока что почему-то разработчики это не делают следующая идея связана с зумом базы сейчас clash of clans мы можем посмотреть на свою расстановку только с высоты но что если очень сильно уменьшить масштаб и увидеть тех игроков которые находятся с вами рядом за лесом или может быть за морем эта идея на мой взгляд взята из новой игры supercell которая называется everdale эта игра еще не вышла но если вам интересно вы можете глянуть ролик мой на эту тему а именно как установить эту игру и как в нее поиграть вот именно в этой игре эта штука круто реализована то есть вы отдаляетесь от своей базы и видите игроков которые вас окружают то же самое можно было бы сделать в клэше и таким образом вы могли бы видеть либо просто случайных игроков которые вокруг вас либо же ваших сокланов если вы находитесь внутри клана мне кажется это было бы очень здорово и интересно и как-то больше бы создавало ощущение коллектива когда естественно вы находитесь внутри клана возвращаясь к вопросу пятнадцатого то он холла можно предположить что именно на пятнадцатой ратуши стоит ожидать нового героя потому что если вы проследите то заметите тенденцию что через каждую ратушу у нас появляется новый герой сначала на тх7 открывается король на тх9 королева на тх11 хранитель на тх13 чемпионка и логично увидеть на тх15 какого-то нового героя а вот какой герой это будет еще на стримах с ребятами мы обсуждали и многие сошлись в мысли что у нас нет героя который бьет сплэшем поэтому мне кажется было бы довольно логично увидеть какого-то героя который возможно по атаке похож на того же мага вот примеру в этом опросе на реддите многие тоже склоняются именно к этой версии тогда у нас будет сплэш герой и он будет реально очень сильно а чтобы каждому игроку было проще приспособиться к новой ратуши было бы здорово увидеть в игре раздел похожий на википедию по новому тоун холлу нечто подобное раньше было в игре но сейчас к сожалению это убрали поэтому приходится искать информацию либо в роликах ютуберов либо на специальных сайтах которые делают просто обычные игроки как мы с вами но было бы круто увидеть подробную инфу про новый тоун холл именно в самой игре не выходя на сторонние ресурсы и с учетом что такое было раньше в игре возможно нечто подобное когда-то вновь появится но в какой-то переработанной версии если эта идея имеет возможность реализоваться то следующее скорее всего никогда не будет в игре потому что это просто не выгодно для разработчиков но на мой взгляд она настолько классная что я просто не могла ее обойти стороной и я говорю про различные оформления которые сейчас покупаются за реальные деньги но могли бы быть бесплатными для каждого игрока и они бы напрямую были связаны с той лиги в которой находится игрок ну например если у вас бронзовая лига то у вас стандартное оформление которому мы привыкли в клэше если серебро то оформление немножечко меняется и чем выше восстановится лига тем интереснее становится оформление которое отражает как раз наглядно в какой лиге вы находитесь то есть вы видите базу в подборе и сразу понимаете из какой это лиги возможно это было бы не слишком полезно с точки зрения функциональности в игре то есть как бы можно спокойно посмотреть профиль на кубке но это просто было бы красиво и у игроков я думаю была бы мотивация подниматься выше по кубкам чтобы иметь такое красивое оформление у себя на базе к примеру как вот в легендарной лиге и раз уж мы заговорили про легенду то довольно полезная вещь на мой взгляд это создание легендарного магазина потому что сейчас легендарные трофеи которые у вас суммируются в профиле после окончания сезона по сути не несут никакого смысла это просто цифры которые у вас есть профили а у тех игроков которые давно в легенде эта цифра очень большая так вот было бы очень здорово эту цифру преобразовывать в легендарные трофеи и потом эти трофеи тратить в магазине на покупку волшебных предметов возможно оформление возможно каких-то легендарных статуй то есть их можно было бы получить только за определенное количество вот этих легендарных трофеев. Опять же, это бы подняло интерес игроков к пушу кубков, больше бы игроков старалось находиться в легендарной лиге, чтобы получить эти ачивки, и в то же самое время легендарные трофеи стали чем-то действительно существенным, а не просто цифры в игре. И еще раз возвращаясь к внешнему виду базы, как я и говорила, сейчас мы можем либо посмотреть на свою расстановку сверху, либо очень сильно приблизить и посмотреть на всю свою базу вблизи. И если в предыдущем варианте я говорила про зум, который, наоборот, отдалит от базы, то почему бы не сделать такой зум, который будет вас вращать по базе? То есть, по сути, это Clash of Clans 3D. Об этом я тоже делала отдельный выпуск, это очень крутая фишка, и мне кажется, было бы здорово видеть, опять же, не только свою базу, но и своих же соседей, то есть эти идеи, опять же, взаимосвязаны. Но при этом еще вращаться вокруг своей базы на 360 градусов и смотреть, как она выглядит с каждой стороны. Что еще вы хотели бы увидеть в обновлениях Clash of Clans? Напишите в комментариях. А я хочу поблагодарить спонсоров канала Александр Легендарный, Дэм Лакомко, Димка Сергей и Ральфи1877. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй интересный или забавный комментарий к этому выпуску. Не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok